В принципе, мы делаем все возможное, чтобы найти решения, которые позволяли бы нам работать, в том числе в санкционном режиме. «Сименс» — глобальная компания, у нас есть разные источники поставки, в том числе и в странах, которые не затронуты санкционными режимами. Это дает нам определенную гибкость. «Сименс» уже закончил программу 1 миллиарда евро инвестиций в Россию в разного рода производстве, не только касающиеся нефтегазоэнергетики. У нас есть действующее совместное предприятие с силовыми машинами по производству газовых турбин большой мощности в Санкт-Петербурге, в Горелово. Это «Гринфилд». Это проект примерно 200 миллионов евро инвестиций. Завод был открыт в июне прошлого года. Он производит машины 170-300 мегаватт. На базе этого завода мы хотим сделать энергетический кластер, где мы будем производить другое вращающееся оборудование «Сименса». Мы начинаем производство центробежных компрессоров, рассматриваем возможности пока частичной локализации турбин малой и средней мощности. Но будем смотреть на ситуацию на рынке. Там же в Санкт-Петербурге есть завод по электроприводам большой мощности. А в Воронеже есть так называемый электрический кластер, где в частности производятся трансформаторы высоковольтные. И часть из них поставляется на «Ямал-СПГ» в рамках объема поставки «Сименса». Есть дальнейшие идеи по локализации как с российскими партнерами, так и самостоятельно с «Сименсом». Так что с этой точки зрения «Сименс» вполне себя рассматривает как российский производитель. Я видел ваши комментарии в интернете. «Сименс» не является оператором проекта «Арктик-СПГ-2». Такие вопросы надо задавать первую очередь в АТЭКу как основному инвестору. Мы заинтересованы участием в этом проекте. У нас есть определенный набор оборудования, которое мы технически можем предоставить заказчику. Сейчас идет стадия прифида. Компаниям инженерным, которые делают этот прифид, мы предоставляем необходимую техническую информацию. В зависимости от того, какое решение по «Арктик-СПГ» будет принято, в зависимости от этого мы будем участвовать в тендерах и, соответственно, надеемся получить некую долю поставок в этом проекте. «Сименс» является одним из лидеров в области ветроэнергетики, хотя ветроэнергетик отнимает специализацию, прямо скажу. И в мире он, наверное, в офшорной части номер 1.2, в аншорной части номер 1.3, 2.3. В России есть определенные требования по локализации, которые делают вхождение туда крупных мировых игроков достаточно проблематичным, поскольку, понимаете, страна дешевого газа и, скажем так, не очень готовности населения платить дополнительно за зеленость электроэнергетики. Я не знаю, знаете или нет, но в Германии примерно 25% тарифа — это прямое субсидирование зеленой энергетики. Я не уверен, что российское население готово платить дополнительно 25% к своей квитанции за свет и тепло, просто потому что энергия будет зеленая. Как нишевые некоторые используют, например, на Дальнем Востоке, там, где нет сетей, там, где нет пока еще газификации, там, наверное, это возможное решение. Но в основном это машина относительно небольшой мощности, которой у Siemens просто в своей линейке нет. Поэтому пока мы ждем, пока мы смотрим. Если этот рынок будет развиваться, ну, наверное, будем в нем участвовать.